слава иисусу христу я в принципе не знаю стоит ли записывать это видео так как те события что развиваются и которые мы наблюдаем а вполне очевидны лично для меня все очевидно но так и быть я постараюсь объяснить суть вещей как это происходит как в духовном мире как не господь помогает дух святой это понять потому что наш человеческий разум устроен что логика по крайней мере тех людей у тех людей которые пользуются и которых она есть они пытаются найти какое-то логическое объяснение связать все потому что если этого не сделать все будет выглядеть как хаос будет происходящее будет хаосом для нас первое что мне вот господь положил на сердце что в году 1991 была его воля совершена государствами и странами и только господь имеет власть и волю менять границы государств читая библию в основном ветхом завете это все наблюдается это все на примере израильского народа как он вел за воевнические войны когда господь давал указание напрямую царям израильским пророком царям чтобы они и шли там землю быть таванную он говорил воспитать это ваша земля я ее даю вам то есть там жили эстетические племена народы разные там не буду я их очень много не буду перечислять там скажу вон там и читайте библию а кто читал знает о чем я говорю и по сути если вот так посмотреть человеческими мерками это их не зли они там возможно даже поколениями жили но господь сказал так распорядился той землей по своим так как он владыка всего он сказал я вот хочу подарить эту землю израильскому народу а те народы которые жили на этой земле они осквернили и землю скверняют хорошая земля и они своими грехами просто скверняете себя и землю все вокруг и чему я веду девяносто первом году свершилось то что господь определил потому что все согласились на это это почти что в одном 0 мгновение произошло что люди вот до сих пор говорят что не ожидали такого никто не не думал что так случится вот может кто-то подозревал но на факт остался факт советский союз разделился на народы на государство то есть народы должны как бы и жить свои государства то есть народы должны жить отдельно между собой как-то взаимодействовать но суть такая что есть разные народы и менталитет разный разный язык разная культура это все разное но не может наслоиться один на 2 и потому что это винегрет какой-то получится ничего хорошего принципе с этого не получается потом войны и раздоры всякие сварки межусобицы и господь мудрости своей поделил это все и сейчас некоторые будем говорить прямо на россии там путин как бы сказал что это ошибка такого не должно было быть и как он себя называл собирателям русских земель что он будет собирать опять восстанавливать советский союз потому что это была ошибка ошибка как извините кого господа и в это раза во вторых кто тебе дал такое право этого этого делать потому что ты себе там надумал я что-то сомневаюсь что ангел от господа это пришел тебе ему сказал хотя возможно другой ангел от рогатого скорее всего пришел и сказал и и вот теперь я подвожу к такому слову как глобализация и глобалисты потому что очень много видео много всяких конспирологий с теории заговора вечно эти видео в интернете свое время тоже это все пересмотрел я вам так скажу не смотрите этого всего потому что это только запутает извилины в вашем мозгу этом она только предназначены для одной цели напугать и на и устрашить все эти виде сайта информации потому что все намного проще чем тех роликах говорится там наоборот все усложняют так чтобы запутать и и увлечь от тех кто действительно являет себя глобалистами я не буду говорить что это вымесел и такого не существует таких каких-то сообществ они существуют они довольно скрытые но ситуация выглядит так что этот вот пандемия это был их план они понимаете они есть во всех структурах их люди но и во всех структурах есть люди господа эта борьба идет не думайте что вот так все они захватили они имеют власть полную все ничего не нужно сделать господь управляет землей посмотрите вот этот коронавирус это пандемия у них ничего не получилось что они там планировали господь это пресек они будут конечно пытаться что-то как бы опять эти с помощью этих вирусов вымышленных прививок это все 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 повторить как говорят можем повторить но это будет такие же самые попытки попытки как путина вот этот советский союз 20 воскресить и поэтому они воспользовались со стороны россии стороны путин то есть у них план с этим с коронавирусом не получился они сразу переключились они увидели что уже их просто возьмут за задницу и они решили переключиться и я не знаю как там все происходило но по сути дух святой говорит что это не какие-то конкретные люди понимаете это всем руководит дьявол это из его царства и он говорит что это он увидел что через эти люди которые мы служили это говорит просто марионетки а сатана всем руководит и он увидел что враг увидел что не получает не получится так ничего и давай другой через другую сторону зайти и и захватил это нашептал этому царю говорит в осуществить пришло время осуществить говорит свой план который он вынашивал давно это потому что украина если бы это как такой сладкий трофей чтобы ее взять и уже тогда 70 80 процентов работы будет выполнена ну господа были совершенно другие планы насчет этого это еще раз спать нам показывает что у него свои планы он порушил первые планы врага и вторые второй план врага то есть как я и раньше говорил что никакого царства от сатаны на земле не будет пока дух святой есть на земле пока сатана не будет сброшен на землю со второго неба он как как любая война он пытается захватить землю то есть иметь и как бы по власти и землю и и второе небо но третье небо господь трое небо царство сатаны и земля но за землю идет сейчас битва но спаде открыл уже планы второе небо будет сначала захвачена земля будет последний когда произойдет на небе великая война и глобалисты вот посмотрите на эту на россию на российскую федерацию это яркий пример глобализации все эти вот все эти вот платежные системы вот корпорации которые есть это инструменты это не есть зло само по себе вопрос том каких руках она находится это от достижения цивилизации который предназначен для того чтобы нашу жизнь делать комфорт не то есть сейчас жизнь наша кому я живу в европейской стране я это прочувствовал эту удобно ну упрощает тебе жизнь то есть много чего ты можешь заниматься своими любыми делами потому что ты не задумаешься определенных мелких и деталях которые усложняют твою жизнь то есть упрощается твоя жизнь ты можешь творчеством заниматься вот как я вот вести от блок послужить господом тебя появляется время так как у тебя меньше забот на это все но это чтобы вы понимали это не как некоторые религиозник это зло это не зло это инструмент только если он попадет злые руки тогда он он становится злом но нужно бороться не с инструментом нужно бороться в ряду святой с источником этого зла который держит в руках этот инструмент то есть бить прямо в цель и вот посмотрите на того путина и народ его на русский народ как они себя ведут они по сущности они есть империалисты они ведут себя омерзительно весь мир уже увидел их поведение их нигде не хотят принимать они везде как как говорят не кто по-украински кажутся куда они придут скрыть за ними зовут и верберу стуть конечно плохом смысле слова таково царство будет и антихриста это как бы такой карлик это как бы малый такой пример того вот посмотрите как они благотворят того царя у них обкрадывает убивает этот народ этих россиян не только россиян все народы которые живут в российской федерации не будет тогда это не россиян не просто население российской федерации вот так правильно сказать потому что там множество народов он их взял в заложники все он объединил глобализировал их в одну структуру под названием российская федерация и делает с ними что захочет я видел там много в православии есть предсказаний фейковых про пришествие антихриста того дорогие мои кто их видел вот посмотрите на россию вот эта модель царство антихриста который есть это ложь обман причем такая ложь циничная скверная когда в глаза смотрят брешите накраснеет убийство кровь захват чужих территорий под вот это настоящая глобализация и антихрист когда будет появится на земле вот этот проект сатаны этот антихрист правитель у него будет первая задача все под себя подмять полностью глобализировать так как сделал этот царёк путин подмял под себя все структуры все 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 власти все суды то есть полностью единоличный так же будет поступать и тот пассажир который придет и он будет никчемным потому что сатана ничего не может сотворить совершенного или прекрасного так как вот посмотрите на это вот карлика вот это пляшивая он так же самое антихрист будет это вот этот это прототип так сказать подъезд естественно что в истории многое было так вот так сказать прототипового того антихриста это эти гитлеры стали население него сатана через них через этих служителей пробовал еще вот говорят вот мы живем последние дни все все он пробовал пришествие христа свое царство создать постоянно постоянно у него был попытки через этих вот своих марионеток клишевых рек крови горы трупов объединение разделение мира на государство разделение земель потом их объединение то есть было сталин и гитлер два таких антихриста потом они как бы хотел объединить что не получилось потому что люди тоже алчные и тоже он не может враг с ними ничего как бы путя путя не свои планы реализировать путь путя вывести и потому что даду лису таду бису я кто кажу не думайте что у сатаны есть полный контроль над людьми да он управляет людьми но через страх через пресс вот никого не напоминает кто так делает на россии через террор также самое вот вот это есть на самой настоящей глобализации это завоевательство уничтожение геноцид несогласных и подчинение всех естественно затуманивание разума делали из людей зомби которые будут смотрите не нужно никаких чипов никаких там печатей просто нагадить людям в мозги и они уже смотрят нести в ту ложь постоянно и они питаются этой ложью десяти лет мне уже все они боготворят его хотя ни вида ни величия в нем нет но дела его и плоды гнилые а дела кровавые так же самое тигрис будет его тоже будут люди множество который только так тогда уже это сейчас земля поделена как бы где божья идея врага это влияние но в последний не к сожалению то это займет глобальный масштаб то есть вся земля будет эти процессы будут занимать по полностью не только там определенные страны или регионы я просто говорю там что я не знаю когда эти будут будут времени отдай бог чтоб еще не скоро но знаю одно что она будет и и хочу просто чтобы понимали как она будет смотря на примере потому что вас путь показывает этот пример вы думаете что то когда вот когда наступит те времена когда тут антихрист появится будешь что-то по-другому да все будет то же самое просто времена будут другие мы сейчас посмотрим на современную россии то есть история повторяется она циклично так же самое и тогда будет ничего нового не будет все то же самое вот хотите знать как будет будущем вот посмотрите сейчас на утону на эту войну на эту россию как она ведет себя уже на протяжении там 20-30 лет то то же самое будет вот это вот это глобализация это придумали новое слово глобализации между прочим это и российская пропаганда придумала вот это вот чтобы демонизировать запад чтобы его очернить чтобы перевести себя стрелки на запад что там там свои проблемы свою свою по-своему они конечно тоже бывает неправы но господь и благословляя господь больше воздействует на мир через них там есть естественно везде есть хорошие люди и злые в россии тоже есть хорошие люди но их катастрофическое меньшинство в америке есть хорошие люди катастрофическое большинство этом и разница все смотрите наблюдайте все лежит на поверхности и потому что господь дал мудрость людям и еще хочу сказать что вот это не там комментариях кто-то писал что я как я могу так на православного царя вот это будет говорить если кто-то случайно там из россии из этих православных сектантов увидит мое видео ваш так называемый царь дегенерат есть только один царь ему имя иисус христос а вот это вот плешивый дегенерат совершенно не царь его никто не помазал господь не ставил его на царство он туда попал непонятно как по чистой случайности смотря на вашего царя весь мир на него смотрит все прекрасно понимаешь такой православие и что такое русский народ и это и что такое российской федерации то бишь россия и было видео недавно показывали как русские солдаты там каких-то руинах обслуживали друг друга не хочу говорить в каких способов но занимались орала и все с дрона было видно так шо ж православные пред христиане придумали чтобы русскую православную армию обелить ой они молились на иконами один перед другим поклоны бил это не молитву совершали то лучше бы промолчали вообще и россию макнули дерьмо и ваши это православие макнули дерьмо ай был милые заступы милан подписывать не забывайте подписываться и ставить лайки и делиться делиться и также комментируйте хорошие комментарии вот эти вот православные очень активные комментарии где христиане почему я за за этих из русских вообще не говорю мне это мне уже давно понятно кто они шутки я помню я просто вопрос а где христиане почему они неактивные даже даже этих комментариях лайках и то я говорю не про подписка даже про чтобы делиться меня вот это вопрос потому что я знаю точно если добро бездействует то зло начинает действовать сказать господь благословит всем мир до свидания